За неделю биткоин прошел путь от 8100 до 8900 долларов, а всего рынок криптовалют прибавил к своей капитализации 26 миллиардов долларов. И они нашли доказательства того, что Телеграм продолжал продажи токенов уже после завершения ICO. Медведев ушел, а Мишустин на его место быстро пришел. Это я про смену премьеров в России, своевременная уплата налогов из криптовалют в том числе. Рад приветствовать на канале Коинпост. Биткоин не собирается останавливаться и продолжает ломать нисходящий тренд. Альткоины дорожают на 100 и 200 процентов за неделю без всяких причин. Асек США и мессенджер Телеграм готовы порвать друг друга в суде. Вот об этом, а также о том, в чем разница между Россией и США в плане принятия криптовалют, мы поговорим в этом видео. Прямо сейчас подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к лучшему крипто-сообществу на YouTube и нашим планам по захвату мира биткоином. Мы начинаем! За неделю биткоин прошел путь от 8100 до 8900 долларов, а всего рынок криптовалют прибавил к своей капитализации 26 миллиардов долларов. Что такого прямо сейчас происходит на рынке мы рассматривали в отдельном видео среди недели, когда цена первой криптовалюты резко пошла вверх. Там мы на основании прогнозов различных трейдеров рассказали о ключевых уровнях поддержки и сопротивления, а также о возможных сценариях движения цены. Кто не видел, ссылка будет в описании и сейчас у вас на экране. И чтобы не повторяться, я скажу, что с момента записи того видео произошло не так много важных событий. Выделить можно откат в четверг до 8700 долларов, когда многие начали говорить, что у быков закончились силы и сейчас медведи могут попробовать взять реванш. Но цена не пошла вниз, наоборот, снова двинулись вверх и в пятницу почти пробили уровень в 9000 долларов. На деле эта цифра более психологическая и важное сопротивление находится несколько выше, примерно на 9100, где проходит двухсодневная скользящая средняя. Главным ориентиром для продолжения роста является именно этот уровень, от которого уже можно будет двигаться на обновление локального максимума. На фоне роста биткоина альткоины также пошли резко вверх, причем без всякой на то причины. А впереди всех оказался биткоин SV. Вот об этом и поговорим далее. Поздравляю всех, у кого был Dash две недели назад. Также свою минуту славы на этой неделе получил Ethereum Classic. Другие альткоины также порадовали своим ростом. Но самая ожесточенная битва развернулась между биткоин кэш и биткоин SV за четвертое место по капитализации. Наши подписчики в Телеграм довольно правильно поставили на биткоин кэш, что те все же сохранят за собой четвертое место. Хотя ненадолго BSV все-таки был выше. Но забег со 100 до 360 долларов не прошел даром и теперь идет откат уже минус 100 долларов. А вот биткоин кэш подорожал не настолько круто и вроде бы старается обойтись без коррекции. Но все еще может быть. Многие склоняются к тому, что альты на этой неделе специально пампили с целью запустить цепную фому реакцию, заставив участников рынка быстро переходить в альты, ну а потом порезать их шортами. Но ничего подобного еще не произошло. А вот выстрелы определенных монет вполне можно связать с желанием людей закупиться на дне. Ведь если они верят в разворот биткоина, то могут попытаться поймать иксы на росте остальных криптовалют. Что же касается биткоин SV, то причину его взрывного роста хорошо объяснили аналитики из Arcane Research. По их мнению совпали три фактора. А именно рост биткоина, низкая ликвидность в биткоин SV, что упрощает манипулирование курсом. И сногсшибательные новости от Крайга Райта. Которые, кстати, похоже, снова оказались фейком. Ведь сначала сторонники Райта порадовались, что ему не нужно платить полмиллиона биткоинов. А потом он заявил, что неизвестный курьер передал ему ключи доступа к кошелькам, на которых хранится 1 миллион и 100 тысяч биткоинов. С точки зрения логики, такая новость никоим образом не влияет на курс биткоин SV. Но он пер вверх, сметая все препятствия. И части его слабы хватило даже на такие забытые хардфорки, как биткоин голд и биткоин даймонд. А завершение у этой истории вполне ожидаемое. Ведь Крайг Райт показал только публичные адреса, на которых хранятся биткоины. Он не провел ни с одного из них, ни одной транзакции. То есть факт доступа к этим кошелькам не подтвержден. Более того, нет никакой информации о том, что за курьер, от кого он и почему передал приватные ключи. Есть подозрение, что все это происходило исключительно в голове самого Фейкоши. В итоге Крайг Райт в очередной раз побрил сообщество. Вполне возможно, что и на эти деньги тоже, сыграв на доверие людей. Эх, и почему СЭК США не судит его, а вместо этого мешает выпуску криптовалюты Грамм? О чем и пойдет речь далее. Противостояние между комиссией по ценным бумагам и биржам США набирает обороты, и ни одна из сторон не собирается уступать. В итоговом ролике за прошлую неделю мы рассказывали, что Телеграмм открестился от Грамм в качестве ценной бумаги и объяснил, что это всего лишь внутренняя валюта. Но регулятор не унимается, и они нашли доказательства того, что Телеграмм продолжал продажи токенов уже после завершения ICO. Кроме того, они упрекнули Дурова и компанию, что те знали и никак не препятствовали вторичному рынку Грамм. А еще в разговоре между сотрудниками Телеграмм они высказывались так, будто Грамм – это ценная бумага мессенджера. Этот момент надо осветить несколько подробнее. Ведь в документах, которые показал регулятор, речь идет о внутренней переписке, и там Грамм не называют ценной бумагой, но говорят о них в таком ключе, как будто это они и есть. Выглядит это все как попытка прицепиться хоть к чему-то, и непонятно для чего вообще раздувался скандал с публикацией внутренней переписки, когда есть более веские доказательства, что мы озвучили ранее. Что же касается Дурова и Телеграмм, то Павел все-таки дал показания 7 и 8 января в Дубае, и там его не смогли поймать на слово. Он стоял на том, что Грамм является исключительно внутренней валютой блокчейн-платформы Тон и не имеет никакого отношения к мессенджеру. Также позиция компании заключается в том, что инвесторы знали о запрете на перепродажу прав на монеты Грамм до их получения. Но Дуров не обязан бегать и следить за каждым, нарушит он этот пункт договора или нет. Итого, стороны обменялись любезностями и обе выступили за то, чтобы как можно быстрее провести заседание в суде. Это указывает на то, что СЭК и Телеграмм уверены в своих силах. И будет очень неплохо, если ситуация действительно разрешится досрочно. Особенно, если в пользу Телеграмм. Так что держим кулаки за мессенджер и переходим к следующей теме. Медведев ушел, а Мишустин на его место быстро пришел. Это я про смену премьеров в России. Вдруг кто не в курсе. И хорошо, что нового зовут не Мишуткин, а то я бы уже подумал, что это такая национальная традиция, или что их по фамилии выбирают. Но шутки в сторону. Как бывший глава федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на посту премьер-министра собирается вести страну в цифровое будущее. Но в понимании налоговика это самое будущее выглядит как своевременная уплата налогов из криптовалют в том числе. Так что если кого интересует финансовая криптосвобода, то возможно США окажется куда лучшим вариантом. Ведь согласно недавнему исследованию страховой компании Hartford Steamboiler, 36% американских компаний из сферы малого и среднего бизнеса принимают оплату криптовалютами. А 59% купили крипту для собственных нужд. А чтобы никто и ничто не мешало малому бизнесу работать с биткоином, в стране готов проект закона об освобождении от налогов транзакций на сумму менее 200 долларов. Это не касается трейдеров и инвесторов, то есть лиц проводящих сделки с целью получения дохода. А вот совершать розничные покупки за криптовалюту, да еще и на небольшие суммы, станет в разы проще и дешевле. И еще одна важная новость из США, на которой можно сделать интересные выводы. Инвестиционный криптофонд Grayscale Investments, который входит в структуру компании Digital Currency Group, отчитался о привлечении в 2019 году 607 миллионов долларов. Обратите внимание вот на этот график. Ведь в прошлом году они собрали больше денег, чем за всю историю своего существования с 2013 года. И еще 71% средств поступил от институциональных инвесторов. Сделаю небольшую паузу перед выводом, чтобы ты, уважаемый зритель, подписался на наш канал, если вдруг не сделал этого ранее. Время криптовалют приходит и встречать их рассвет лучше вместе. Сложим 1 плюс 1, а именно знание, что рыночный цикл запускается с фазы умных денег, когда в актив заходят самые сообразительные. А также, что данный To The Moon будет строиться на крупном капитале, они же институционалы. И суть в том, что отчет от Grayscale может являться индикатором того, что так называемая фаза умных денег для институционалов была как раз в 2019 году. И теперь за ними должен пойти остальной крупняк. Что думаете на этот счет? Напишите в комментариях. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok